Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишите следующее. Я проснулась сегодня и расстроилась, расстроилась от того, что жила. С самого утра все время плачу, я уже устала, но слезы сразу текут, у меня нет сил встать. Не могу ничего делать, с трудом двигаюсь, если вчера все было в порядке, а сейчас я не понимаю что происходит. Меня никто не обидел, ничего плохого не случилось, но я чувствую как умираю, из меня уходит жизнь. Душевная боль сводит меня с ума, у меня ощущение, что попала в лобушку и не могу освободиться. Что со мной происходит и как это прекратить? Ну смотрите, мне думается, что не надо это прекращать. По крайней мере вы чувствуете то, что чувствуете и значит так должно быть. По крайней мере мое мнение, что если вы чувствуете что-то, то так должно быть. Мне также думается, что боль, то что вы называете болью, возможно и есть боль. Вероятно что-то болит. Ну болит как правило то, что мы не прожили. Вот то, от чего мы бежим и чем мы боремся. Я думаю, что вот эта вот формулировка, формулировка, вы чувствуете что умираете, вы чувствуете что уходит жизнь, она не то чтобы неправильная. Я думаю, что вы себя так чувствуете на самом деле. Я думаю, что эта формулировка является неполной. Я думаю, что на самом деле с вами происходит что-то другое. И для этого абсолютно не нужно, чтобы вас кто-то обижал или чтобы случалось что-то плохое. Обязательно. Для этого совершенно не нужно. Достаточно того, что вы, допустим, это просто как вариант, становитесь, например, более чувствительны к тому, что происходит. Более внимательны. Более открыты для своих, например, переживаний. Вот. И это открытость для переживаний, особенно если мы предположим, что ранее вы не были открыты или были менее открыты для своих переживаний. Вот. А сейчас по ряду причин стали более открыты, то, как правило, первое, что появляется, это именно ощущение боли. Вот. Хочется обратить внимание на то, что вот эта вот история про желание умереть, да, то есть это же бегство. Это желание уйти, желание убежать, вот, убежать от чего-то, с чем вы сталкиваетесь. С чем вы сталкиваетесь, это, конечно, пока неизвестно и непонятно, потому что вопрос ваш достаточно короткий. Вот. А может быть вы и сами не знаете сейчас, что конкретно с вами происходит. Но, так или иначе, это может быть как, покажется странным, то, что я скажу, но тем не менее. Это может быть как столкновение с любовью к себе, то есть вот вы говорите, что заметили, да, значит, расстроились, что живы, что живы. И, значит, вы заметили, что вы живы, то есть вы заметили, что вы живы, что вы живете, вы заметили, ну, в этом смысле, может быть, вы заметили, что существует, что существует, вот, опять же, понятное дело, что, может быть, я ошибаюсь, опять же, понятное дело, что, может быть, я не прав, но, на мой взгляд, ситуация, на мой взгляд, ситуация, именно такая, то есть вот вы заметили, что, ну, что живы, что живете, существует, как мне кажется, вот, и, соответственно, отреагировали на это. Как вы, как вы на это отреагировали? Вот этот вопрос очень интересный, потому что, чаще всего, реагируете, реагировать вы можете на это, ну, вот, скажем так, самым привычным образом. Вот, поэтому, вполне может быть, такая история, что вы заметили, что как-то вот существуете и начали себе это отвергать. Вот, а воспринимается вами это как желание умереть. Вот. Может быть, отчисто стыдаем, может быть, от страха, может быть, что-то еще. Вот. Если здесь, понятное дело, что можно гадать, и их гадать довольно много, ну, вот, мы, наверное, 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 именно вот гадать, мы, наверное, все же не будем. Потому что, ну, на мой взгляд, гадать это вот немножко не та история. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, вы не делаете, вы не оказываете себе услугу тем, что хотите это прекратить. Я бы вам рекомендовал при, скажем так, вашей ситуации, то есть при ваших данных, которые вы сами назвали. Вот. Я бы рекомендовал вам попробовать увидеть более конкретно, что вы чувствуете и что с вами произошло. Но, честно говоря, первое впечатление, которое возникло у меня, когда я прочитал ваш текст, было такое, что я не имею права жить. И я хочу повторить свою мысль, потому что, мне кажется, это важно. Что дело здесь не в том, что вы не имеете права жить, а дело здесь в том, что вы могли заметить, что вы живете. Вот. И вот это самое интересное, самое важное, что вы столкнулись с этим. Понимаете, да? Как-то так, я думаю, какой-то такой ответ вам можно будет дать. Что еще? Значит, с трудом двигаюсь, у меня нет сил встать. Ну, здесь, конечно, лично мне затруднительно прям вот так дать какую-то оценку, да, и предположить, что это. Ну, рискну предположить, что сильная эмоция. Рискну предположить, что у вас очень сильная эмоция, да? То есть сильные эмоции вас захлестнули, скажем так. Вот. Рискну предположить, что дело может быть в этом. Вот эмоция очень сильная, она как-то вот перетягивает на себя, да, вот все внимание. Ваше, например. Вот. Поэтому я думаю, что может быть такой момент. Мне хочется отдельно, на всякий случай, сказать, что я понимаю, что вам плохо. Я понимаю, что вам тяжело. Я говорю лишь о том, что вы можете сделать с учетом тех данных, которые вы предложили. Да, то есть с учетом, с учетом помощи, вот, вам не хочется обращаться к плачанам, да, не хочется, там, вам как-то вот, значит, обращаться в, допустим, ну, телефон, телефоны, доверие и так далее. Вот. Вам этого всего не хочется. Ну, вы для себя, по крайней мере, не видите такой возможности. Вот. И с учетом того, что вы пишете, я думаю, что есть такой вариант. Вот. Насколько он вам подходит, ну, вопрос, да, вот, насколько вы для себя его рассматриваете, ну, тоже вопрос. Как бы, насколько он для вас предпринимает. Вот. Но, в целом, в целом, ситуация сама по себе очень как будто бы напоминает то, что вы довольно долго сдерживались, довольно долго игнорировали, значит, что свои эмоции, эмоции были, были от вас как бы скрыты, да. Вот. Сейчас они как будто бы себя проявили и проявили себя вот так вот довольно сильно. Да, то есть, ну, это, по принципу, работать про жизнь, про жизнь, чем, 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 чем сильнее. Эмоции подавляются, да, тем, значит, мощнее они потом о себе заявляют. Вот. То есть, тут, в этом смысле, все, к сожалению, естественно. Вот. Вот. Пожалуй, такой ответ я мог бы дать. Эээ, на мой взгляд, я подчеркиваю, на мой взгляд, эээ, когда вы хотите эээ, прекратить что-то. То есть, когда вы говорите, что, вот, мне нужно это прекратить. Как мне это прекратить? Вот. Вот, на мой взгляд, когда вы так говорите, на мой взгляд, вы не приближаетесь к тому, чтобы реально улучшить свое ээээ, состояние. Напротив, на мой взгляд, вы ээээ, двигаетесь к ээээ, вот, ну, как бы, к тому же, эээ, состоянию, да, в котором, эээ, в котором, эээ, в котором вы, возможно, находились до этого. То есть я понимаю, я понимаю, с одной стороны, я понимаю ваше, ну, ваше желание, ваше желание, чтоб вам стало ну, легче, с одной стороны, вот, с другой стороны, есть вот такой нюанс. И, конечно, вам решать, что в этой ситуации делать, то есть вы можете, в принципе, ну, как-то продолжать убегать от этого, продолжать бежать от этого, вот, а можете, значит, все-таки постараться посмотреть, а что же это, да, не испытываю ли я, например, случайно стыд, стыд за то, что живу, как бы это не, ну, как бы это странно, может быть, не звучало, опять же, не знаю, насколько для вас это странно, странно не странно звучит, но вот, тем не менее, вот, то есть это вот такой, как мне, опять же, представляется, достаточно важный момент, ну, вот. В целом я вам сочувствую, я очень сочувствую тому, с чем вам приходится сталкиваться, очень жаль, что вам приходится с этим сталкиваться, вот, очень жаль, вот, и, соответственно, ну, вы не обязаны в этой ситуации, опять же, вы не обязаны в этой ситуации быть одна, вот, то есть вы можете, если не хотите пользоваться, значит, услугами, там, врачей, а телефонов, телефонов службы доверия, то вы можете, ну, поговорить с психологом, вот, например. Такая вот история. Ну, на этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, вот. Желаю вам всего самого доброго, желаю вам увидеть, что именно, что же, что это за переживание, с которым вы столкнулись, вот. Удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.